Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновация в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Сходоев Алексей. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Собственно, я рад приветствовать вас на старшем традиционном вебинаре технико-экономическом, проходящем в среду 13.00 и 8.00 по Москве. И для начала давайте пройдем опросник, чтобы понимать, кто в какой раз присутствует. Собственно, видел в чате вопрос, будет ли Сергей Анатольевич. Да, Сергей Анатольевич будет. Собственно, на вечерних вебинарах он в основном всегда присутствует. Ну и, собственно, на дневных тоже. Просто сегодня хочу сразу извиниться за Сергея Анатольевича, не то, что за Сергея Анатольевича, за нашего младшего брата. То есть, опять вырубили интернет, и, собственно, Сергей Анатольевич не смог присутствовать. Так, собственно, 6 новичков. Это уже показательно, что вебинар нужно строить не только для старичков, но и частично для новичков. Сейчас я запишу эту статистику. Пожалуйста, проголосуйте все. 203 человека у нас присутствует. 122 пока что проголосовало. Проголосуйте, пожалуйста, все. Я, собственно, запишу статистику. И, собственно, на сегодняшнем дневном вебинаре я осветил достаточно много тем, достаточно много тем, что говорить тем жителям стран, где нет месторождений, где, казалось бы, нет каких-либо адресных проектов потенциальных. Но, на самом деле, адресные проекты для Skyway Invest Group можно найти абсолютно везде. Потому что данная технология нужна, если не 100% населения, то и 98-99 точно. Если говорить про страны подобные, как Бангладеш, Индия, Вьетнам, ну, естественно, это Россия. Но я называю такие страны, где действительно проблемы с транспортом. И, можно сказать, в неком роде наступает часто транспортный коллапс. То есть те ужасающие кадры, когда на электричках, на поездах, даже на крышах передвигаются люди, он действительно ужасает. То есть никакой абсолютно техники безопасности. Тот принцип «заботься в первую очередь о человеке», то есть в первую очередь, чтобы соблюдалась безопасность, он полностью нарушается. И, собственно, 156 человек проголосовали. Пожалуйста, несмотря на то, что народ еще прибывает, это очень радует. То есть на вечернем вебинаре у нас обычно раза в два больше народу. И, собственно, давайте все проголосуем активно, чтобы, опять же, понимать и видеть статистику. Собственно, я затронул на вебинаре в 13.00 по Москве темы, такие как открытие новых совершенно рынков. То есть то, что было неликвидным, недвижимость, земля с приходом Transnet станет абсолютно ликвидным. И вне зависимости от того, как далеко располагается та или иная территория, та или иная площадь, независимо от того, на какой местности, на каком рельефе, даже болотистой местности, даже, собственно, если говорить про Европу, то многие замки как раз-таки находятся, они строились намеренно именно в такой местности, чтобы именно в Средневековье было сложно до них добраться. И, соответственно, обычные дороги, обычный транспорт там абсолютно не подходит. Соответственно, нужно уже думать насчет транспорта второго уровня. И транспорт второго уровня, как-таки там абсолютно решает все задачи. Так, я закрываю тогда опросник. 10 новичков, 5,8%. Я сам всегда записываю это, потому что это для нас очень важно. Да, Альбина, привет Жуковскому. В Жуковском, кстати, скоро будет презентация достаточно серьезная, с большим количеством людей и, собственно, с приглашенными гостями, гостями, относящиеся к космонавтике и наши, собственно, сподвижники, наши партнеры. Я закрываю опросник. Давайте перейдем к началу презентации. Я уже начал рассказывать. И хотел бы также осветить такую тему применения транспортной системы второго уровня, струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого и других технологий транспортных, которые мы будем в будущем развивать. Это ландшафтный туризм и экотуризм. Поднимите, пожалуйста, руку, поставьте плюсики, кто понимает, что это такое. Если понимаете, напишите ваше мнение, что это такое. То есть ландшафтный туризм, экотуризм, как назвали еще сегодня агротуризм. То есть замечательное название агротуризм. Собственно, это направление очень подходящее для Российской Федерации. То есть у нас необъятные просторы и многие территории просто пустуют. Но, собственно, там можно туристическое направление очень неплохо развить и капитализировать. Потому что те красоты природы, те поля, то есть многие люди просто с удовольствием покосят траву, поживут в деревне. Иностранцы, кстати, с удовольствием будут жить в деревне, потому что для них это дикоинку. Единственное, нужно там более-менее благоустроить, чтобы не совсем уж развалившаяся русская деревня была. И, собственно, этот поток можно наладить. Но в такие места обычно максимум какая-то сельская дорога проходит, либо, собственно, гравий, щебень насыпаны. И ни о каком транспортном пути сообщения профессиональном не может быть и речи. И, собственно, с приходом именно технологии Skyway можно будет легко добраться, к примеру, к тем источникам, памятникам, архитектурным сооружениям, до которых на сегодняшний день 4-5 часов ехать на автобусе. И, собственно, Денис говорит, что в Беларуси давно развивается агроэкотуризм. И представьте, насколько быстрее он будет развиваться, если с точки А в точку Б можно будет доехать примерно раз в 5 быстрее. И примерно раза в 4-3 дешевле. Собственно, если там будут также разрабатываться недалеко какие-либо адресные проекты, то стоимость проезда будет снижаться. И более того, вы сможете вызвать ваш подвижной состав с помощью мобильного телефона, то есть у кого у многих есть уже Android, iPhone и так далее. И как раз таки с программ соответствующих мобильных приложений вы сможете вызвать ваш подвижной состав на необходимую вам станцию, необходимое вам время. И, собственно, даже можете выстроить именно то время простое, которое вам нужно подождать, если вдруг вы опаздываете и так далее. То есть вплоть до этого все это будет закладываться именно в Transnet. И более того, в Испании я об этом буду говорить более подробно, Transnet будет также в виртуальном пространстве. То есть и в виртуальном пространстве, поверьте мне, это будет очень интересно. Google, это очень интересно будет Facebook, Microsoft, потому что как раз это гиганты, IT-гиганты, которые в свою очередь в свое время сформировали интернет-бум. То есть некоторые страны упустили интернет-бум и в 13.00 сегодня на вебинаре я говорил про Норвегию, которая упустила это время, потому что в то время Норвежскому фонду, именно суверенному, было запрещено инвестировать какие-либо иностранные активы. И тем более в такое неизвестное, казалось бы, на тот момент направление, как интернет. И наша сеть, сеть нового поколения, едино-транспортная, энергетическая, коммуникационная составляющая и социальная также составляющая, потому что жизнь вообще будет и социальный уровень меняться с колоссальной скоростью. То есть социальный лифт будет работать круглосуточно, потому что при развитии телекоммуникации уже люди просто очень быстро смогли поменять свой социальный статус, свои какие-либо бизнес-процессы, то есть они значительно ускорились. И, соответственно, тоже я говорил ранее, что теперь не колонизация, не какие-либо завоевания стали причастными именно к финансовым элитам, экономическим, политическим элитам, а именно управление финансовыми посредствами интернет. И, на наш взгляд, в будущем посредством интернета, как раз-таки в сеть по аналогии интернет, в сеть транснет должны будут входить именно подвижные составы второго уровня. То есть это будет по аналогии с интернет-трафиком, который сейчас невозможно ощутить, но он присутствует. Собственно, сейчас я веду вебинар, и очень большое количество данных вливается каждым компьютерам из нас с вами. И, собственно, это обыденные процессы, и абсолютно такой же обыденной вещью станет сеть транснет. И как раз-таки, вот Валентина абсолютно верно подмечает, что билеты очень дорогие на Дальнем Востоке. Представьте, сколько прелестей вообще на Дальнем Востоке именно природных, сколько различных краеведческих памятников, музеев и так далее. И представьте, какой интерес может сформировать вообще технология группы компаний, собственно, именно струнная технология, транспорт второго уровня у региональных местных элит, то есть глубинок и так далее, небольших городков, но которые имеют огромный потенциал. Я хочу сказать, что, собственно, размером государства, местоположением государства абсолютно не определяется какой-то ВВП даже, именно доход на душу населения той или иной территории. То есть Ликенштейн, он вообще по уровню с Норвегией сравним, хотя это небольшое государство, и, собственно, там проживает очень немного людей, но, тем не менее, достаточно богатое государство. Если сравнить деревню китайской поднебесной Хуаси, там тоже достаточно немного относительно народу, но, собственно, доход на душу населения очень-очень сильно большой по сравнению с различными странами третьего мира, по сравнению с той же Россией. Кстати, да, приветствую как раз из Осло, и, Ольга, я могу сказать, что в будущем, скорее всего, кому-то с Норвегией придется общаться с институционным норвежским фондом, то есть Нордея Банк Менеджмент Инвестмент. Это один из самых крупных, так скажем, банков. Именно, что для нас интересно будет, он занимается теми технологиями, теми отраслями, которые не нарушают климат, которые именно за экологию, которые не нарушают какие-то, не используют вредные производства. Как раз-таки это наш проект. И недолго тот час, когда, собственно, очень много телодвижений по сети будет именно по нашей инвестпроводящей системе осуществляться абсолютно одновременно. И, соответственно, должны возникнуть сотни, а потом тысячи адресных проектов еще до развития, до воплощения в железо технологии Skyway. Потому что, поверьте нам на слово, что как только будет что-то реализовано хотя бы в прототипе, один к одному, да даже один к четырем, уже начнется очень жесткая конкуренция вот этих всех ребят. То есть это наши конкуренты, в гонке, с которыми мы участвуем. На прошлой неделе в вебинаре в 13.00 я рассказывал конкурентов, показывал даже видео о конкурентах. И, собственно, это действительно тренд транспортового уровня. Это актуальный тренд, в котором мы участвуем в этой гонке и имеем все шансы на победу. Потому что, ну, на самом деле, не буду повторяться, достаточно много недостатков у тех технологий, которые я показываю. То есть это уже не технология, это гигаполис. И, кстати, Норвегия, Осло, Копенгаген и Гетербург будут соединены именно высокоскоростной дорогой к 2024 году. И, собственно, тогда планируется добираться буквально в разы быстрее, чем за 7 часов, если не ошибаюсь, из одной точки в другую. То есть это будет скандинавский такой гигаполис. И, опять же, это наш адресный потенциальный проект. Очень серьезный, колоссальный адресный проект. Примерно, как мы сейчас задумали из Терса через Бирмингем и, собственно, в Лондон. Далее уходим на Лиссабон. И, собственно, возможно, какие-то еще европейские страны будут затронуты. То есть это телодвижение, которое происходит сейчас, в данный момент, по всему миру. И кто победит, это вопрос открытый. Но я хочу сказать, в чем наше с вами преимущество. Это то, что мы являемся сетью. То есть мы являемся единой инвестпроводящей системой. Каждый из нас проводит через себя инвестиции, рассказывает другим и так далее. И сколько я не анализировал, сколько я не пытался найти, такого в мире нет. То есть если есть, то это бывшие союзники, которые стали сейчас конкурентами Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но там не такие объемы, не такие притоки людей. И, собственно, как я уже ранее говорил, в основе нашей идеологии и новой экономической эволюции мира стоит отдельно взятый, каждый отдельно взятый человек. То есть именно сеть из отдельно взятых людей, то есть каждый уникален. Любой может стать каждым, может сформировать именно реализацию вот такого достаточно серьезного адресного проекта. Если опять же вернуться к конкурентам, то SkyTrend, пожалуйста, эта технология, казалось бы, в 2015 году уже должны были, по крайней мере так говорили СМИ, что должны были уже вкапывать опоры, вбивать опоры и, собственно, начинать строить первые трассы. Но вдруг, откуда-то не возьмись, появилось недовольство у граждан в Тель-Авиве. То есть, естественно, это журналистская утка, которая замаскирует именно реальные факты, реальные события. Скорее всего, не хватает денег на инвестиции, скорее всего, какие-то бюрократические сложности. Бюрократические сложности как раз таки, что эти инвестиции нужно пробивать. То есть, нужно идти либо государственным учреждениям, либо крупным потенциальным инвесторам. У нас все происходит наоборот. То есть, вообще, в принципе, многие процессы у нас происходят наоборот. У нас даже пирамида, вот если обычная пирамида рабочей корпорации и так далее, она устойчивая, то у нас пирамида перевернута, и она как раз таки подкрепляется именно связью большого количества сети. То есть, от нуля до бесконечности может быть высоту эта пирамида, но она абсолютно устойчива, потому что именно за счет большого количества людей держится вот наш с вами проект. Более того, эта сеть наслаивается на сеть адресных проектов. То есть, адресных проектов будет достаточно много. И, собственно, их будут в начале сотни, как я сказал уже, потом тысячи. И все это будет формировать в начале тысячи, потом сотни тысяч, потом миллионы уже через 10 лет, например. Может быть, это будет раньше именно километров дорог. И, собственно, это абсолютно закономерный процесс, потому что сейчас уже нужно поднимать все равно транспорт на второй уровень. Собственно, Транссиб начал строиться именно с подачи того, что уже в то время было в Америке построено более сотни тысяч километров дорог. Уже в то время, собственно, наши страны, соседи, конкуренты и так далее, могли организовывать военные сборы намного быстрее, потому что транспортные пути и сообщения, соответственно, в тех развитых странах были намного лучше. И сейчас, более того, те адресные проекты, которые мы прогнозируем, то есть это такой гига-проект именно продажи сибирского холода, то есть из наших возобновляемых источников, озер Байкал, Таймыр, Нежского озера и так далее, Тыва, и, собственно, все эти источники невозобновляемы, в отличие, кстати, от углеводородов. То есть нефтяные продукты, они невозобновляемы. То есть если бассейн открыли, к примеру, возьмем месторождение Брэнд, то есть марку нефти знаете всю такую, и, собственно, месторождение это открыли, и оттуда добывает, добывает, там было, собственно, более 2,3 миллиардов в начале, сейчас, соответственно, это уже совершенно другие цифры, и никто эти месторождения уже, собственно, не вернет. То есть это невозобновляемые источники и ресурсы, и по нашим рекомендациям вообще поприберечь бы нефть, для нефтехимии, для нефтепереработки, потому что когда не будет вообще нефти, и настанут такие времена, то, соответственно, для таких отраслей, соответственно, не будет абсолютно ресурса. И, соответственно, вот именно наш транспорт второго уровня позволит освоить то, что сейчас невозможно освоить. Те месторождения, те многие адресные проекты, которые я освещал, но первое, что я хотел бы до вас донести, и чтобы каждый из вас понимал, что мы являемся группой компаний, то есть та структура, та именно группа компаний, в которой вы сейчас находитесь, руководителем которой является Андрей Федорович Ковратов, мы являемся группой компаний. И у нас есть различные направления, то есть фонд прямых инвестиций, Skyway Invest Group, инвестирует только в технологии Skyway. И, соответственно, только технологии Skyway сейчас актуальны для инвестиций фонда Skyway Invest Group. И я хочу сказать, что в будущем мы будем открывать также другие направления, об этом я вам расскажу уже после испанской конференции или на испанской конференции, кто там будет присутствовать, собственно, она вот уже через 10 дней будет. И, собственно, далее вы увидите, чем еще мы будем капитализировать и ускорять инвестиции, естественно, в технологии Skyway. Потому что технология Skyway – это основа и базис сети Transnet, но есть еще вещи, которые значительно серьезно могут ускорить и обязательно ускорят эти процессы и, собственно, события. И действительно мы являемся первым в мире венчурным капиталистом, коллективным капиталистом. И у всех современных корпораций нет такого ресурса именно, как люди. То есть всегда все достаточно серьезные и политические организации, и целые государства, и целые корпорации. То есть я про General Electric приводил пример, как, собственно, из маленького американского городка Стэнфорд ушла корпорация, и городок просто стал городом-призраком. То же самое произошло с Детройтом. То есть большую часть времени Детройт был в упадке после того, как Ford перестали делать, производить огромное количество автомобилей и так далее. И заводы, собственно, ушли заводы, и стал уже приходить в упадок сам город. А у нас будет совершенно другой вот даже процесс переселения. То есть многие спрашивают, как будет происходить переселение на Дальний Восток. То есть сейчас тоже будем обсуждать с энтузиастами концепции, именно каким образом социально подготавливать людей и так далее. Но на самом деле, в первую очередь, у нас градообразующим фактором будет именно адресный проект. То есть возле адресных проектов, вдоль адресных проектов и вокруг адресных проектов будут возникать те поселения, которые, собственно, сейчас история имеет примеры. И так было всегда, и, собственно, так и будет. И огромная водовозная трасса через Евразию будет проходить, и вдоль нее будет возникать именно тот линейный город уже, Санкт-Петербург, Владивосток, который мы с вами все видели и все с вами начертили. И, собственно, сеть Transnet будет развиваться колоссальными темпами и быстро. Более того, я вам могу сказать, что каждый из вас, именно активисты, именно инвест-консультанты, инвест-менеджеры, старшие инвест-менеджеры и обычные новички, которые сейчас только присоединились к проекту, мы сможем формировать эту сеть в будущем по всему миру. И, более того, сначала мы будем формировать ее именно в схематичном виде, чтобы получать сотни бизнес-планов уже и, соответственно, с этими ресурсами идти в местные муниципалитеты, к чиновникам и потенциальным крупным инвесторам. Все равно в каждом городе, в каждом регионе будет появляться тот или иной потенциальный крупный инвестор. То есть это абсолютно неизбежный факт. И, собственно, для этого мы будем прочерчивать трассировки, трассы по тем установленным регламентам, установленной системой, именно системой Transnet. То есть куда-то отойти, проявить свободную волю и что-то начертить не так будет невозможно. То есть это будет достаточно серьезно регулировать. И что еще хочется сказать, что то событие, которое пройдет осенью, то есть уже на октябрь продаются вовсю билеты в Москву, там уже мы будем представлять конкретику, не будем забегать вперед, но вполне возможно, что мы вам сможем показать уже какие-либо модели. И, собственно, в начале это, естественно, будут простейшие модели, затем это будут модели 1 к 4, далее 1 к 1, то есть все как должно быть абсолютно. Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы в первую очередь происходила капитализация именно технологии SkyWay, потому что те ноу-хау, которые изобрел и внедрил, и сейчас постоянно усовершенствует Анатолий Эдуардович Юницкий в научно-производственном конструкторском предприятии, этого действительно нет сейчас нигде в мире. И, допустим, высокоскоростное исполнение, на мой взгляд, это сейчас наиболее перспективный способ перемещения с высокими скоростями именно из точки А в точку Б по сравнению с тем же Hyperloop и так далее. Но про Hyperloop я уже неоднократно говорил. Если у вас появляются новые технологии, вы встречаете и так далее, обязательно сбрасывайте в чаты, будем все вместе анализировать и будем все вместе смотреть, потому что эти технологии действительно имеют все шансы на победу, но сейчас я хотел бы сказать, что большие шансы на победу имеет именно технология SkyWay. И давайте сейчас перейдем вкратце для новичков, покажем, какие основные преимущества имеет струнный транспорт от Анатолия Эдуардовича Ильиницкого и непосредственно технология SkyWay. Во-первых, это максимально безопасный транспорт. Это тот транспорт, который будет нести минимальные затраты как людские при строительстве, производстве, так и материалов. То есть это будут абсолютно обычные стали, абсолютно обычные материалы, которые сейчас используются в производстве. Но, собственно, отличие будет состоять в том, что материала затрат будет намного меньше. И если вы хотите узнать более подробные технические характеристики, то можете посетить вебинары Александра Мэнко, то есть вводные части именно вебинаров «Понедельник» Анна Коченкова это все дело говорит. И, собственно, уже я не буду более подробно останавливаться на технических аспектах, но те моменты, как пародинамическое сопротивление, стоимость одного километра дороги, они говорят действительно сами за себя. И давайте также для новичков я покажу, как будут выглядеть города будущего, то есть линейные города. Это те города, которые как раз-таки будут возникать вдоль и вокруг адресных проектов. А вот те высотные здания, которые вы видите, они как раз-таки являются опорными доминантными структурами и, собственно, станциями. То есть там будут останавливаться, может быть, какие-то происходить смены с высокоскоростного на городской пассажирский, наоборот. Но основная фишка и особенность будет заключаться в том, что, собственно, вы сможете буквально из своего дома, выйдя из своего дома, перейти в подвижной состав, сесть на какой-либо станции и переместиться из точки А в точку Б, не преодолевая каких-то пересадок и так далее. То есть все будет происходить именно в режиме онлайн-транснет. И более того, вот абсолютно правильно Марина в чате говорит, Жак Фреско подобное представлял в своем проекте «Венера». И мы опираемся на эту идеологию, мы дополняем эту идеологию. Более того, сейчас многие, я думаю, вспоминают события жителей Санкт-Петербурга. То есть было достаточно серьезное, грандиозное событие. Как раз-таки наши партнеры, сподвижники активные, Лариса Артамонова, Ирина Волкова организовывали это событие. И сейчас уже можно сказать, что то, что предлагает Жак Фреско, как он сказал, невозможно к реализации в конкретных регионах. А у нас наоборот, у нас технологию можно реализовать вообще в отдельно взятом регионе. То есть это будет локальный адресный проект. Но как только будет реализован первый адресный проект, собственно, это пойдет все снежным ковом и лавинообразным. То есть большая цепная реакция будет образована. И, собственно, тот действительно взрывной эффект сети адресных проектов, ударная волна, положительная, позитивная ударная волна, застанет всех тех людей, которые сейчас наблюдают за проектом Skyway, за группой компании Transnet, направлением Transnet. И, собственно, те люди, которые вас слушали, когда-то услышали об этом проекте, будут, я бы сказал, как бешеные инвестировать, потому что тут уже не будет никаких сомнений в реализации. И это будет максимально очевидным. И, собственно, все мы с вами строим Skyway, спасаем Россию и спасаем, собственно, весь мир. Благодарю за внимание. Я передаю слово Сибирякову Сергею Анатольевичу. Сергей Анатольевич, вам слово. Видно, слышно, да? Что-то у меня компьютер видно. Я сам тут весь с вирусами. И компьютер у меня, видно, какой-то вирус подловил. Тоже у меня все пытается сейчас из-под контроля выйти. Видите? Отлично, да? Я внимательно сейчас, я просто был в дороге, сейчас подъезжал, смотрел, слушал по мобильному, то, что Алексей говорил. Но сегодня по техническим причинам в часовом вебинаре вообще, к сожалению, не смог участвовать. Потому что был дома, все работало. Сначала отключился свет, я подключился к резервному интернету. У меня тут есть такая возможность. Потом и завис резервный интернет. То есть, ну, таких совпадений бывает редко. Ну, значит, вот, Алексей очень достойно справился в обед. Мне вообще нравится, как он сейчас ведет. С большим удовольствием мы с ним работаем все дальше, теснее и теснее. И те сейчас изменения, которые подходят, к которым начались вообще в структуре проекта, в нашей инвестиционной группе. Вот, мы многие вещи сейчас пока говорить, анонсировать не будем. Но могу сказать, что они коснутся всех нас, участников проекта. И они выведут просто на новый горизонт нашу работу. Поэтому у нас такого рода вебинаров, вот как мы сейчас с Лешей вели, останется, наверное, еще один-два. Может быть, на следующей неделе. Нет. На следующей неделе сразу, друзья, сразу оговоримся. По-моему, Алексей говорил, что в следующую среду в 13 часов у нас будет совместный вебинар с Андреем Хавратовым. Это по поводу потребительского общества, как мы будем работать, как будет дальше выстраиваться работа. В 20 часов мы с Алексеем проведем тоже на тему потребительского общества, потому что это основная часть работы, именно нашей дальнейшей практической работы, именно с точки зрения выстраивания взаимоотношений, внутри нашего коллектива, внутри всех тех, кто уже пришел в проект, и дальше с инвесторами, с властями. То есть это потребительская кооперация. Мы долго к этому подходили. Сейчас мы подошли к тому, что это очень серьезная вещь. Вот на следующей неделе мы с Андреем в 13 и в 20 часов проведем такой, ну на троих, это будет Алексей, Андрей и я. Мы втроем как раз будем делать такие вводные вещи, объясняя, что такое кооперация и почему очень важно сейчас к этому подходить. Значит, в 16 у нас будет телемост, я буду проводить в Жебьем Жуковском. Андрей, по-моему, еще где-то. Это у нас, ну, тоже будет увязано несколько таких серьезных мероприятий. Вот, это 16 числа, 16 мая. А потом у нас большой турне, большая встреча в Испании. И я могу сказать, что вот эта вот неделя в Испании, она будет переломным моментом. После этого я могу сказать, что начиная с конца мая, с начала июня, нас все будет ожидать. Просто те, кто пришел в проект, вы увидите новые сегодня развития проекта, вы увидите новые горизонты проекта, и вы увидите, что, к чему мы сейчас подошли, это просто начало серьезно-серьезной работы, которую мы сегодня, так, через сколько лет магистраль по технологии Skyomor положить из Центральной России до Дальнего Востока. 20-30 лет. Сергей, вот, значит, друзья, вот сейчас, вот видите, в чате Сергей задал вопрос, сколько лет понадобится, 20 или 30. Хорошая цифра, да, или хорошая, так сказать, это, что 20-30 лет. А сейчас я, друзья, Леша, вот я тебе сейчас скинул ссылочку на один очень любопытный ролик. Вот ты можешь сейчас этот ролик запустить в общий, чтобы он пошел? Потому что я его могу только в ссылку положить, чтобы каждый запустил. А ты можешь его запустить сейчас по общей сети, чтобы этот ролик... А потом я отвечу на вопрос Сергея, сколько времени понадобится для того, чтобы запустить Skyway. Договорились? Вот, это просто то, что сегодня предпраздничная такая вещь, между праздниками, майские праздники. Первый айфон и первый айпэд, беспроводной первый наш интернет. И первый шоппинг на первый кэш, первый чизкейк, а к нему первый фреш. Первый флешмоб, перешедший мейнстрим, первые посты и комменты к ним. Советский первый интерактив, первый дресс-код, первый корпоратив. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз. Все, что ставим детям из пример, сделано в СССР. Первый швец и первый спрайт, первая флешка на 100 километров. Галабайт, гамбургер первый и первый твит, первый блокбастер и наш первый хит. Первый брейк-данс и первый диджей, первый кроссовер и первый бобслей. Первый андроид и первый код, первый компьютер и первый айпод. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз. Все, что ставим детям из пример, сделано в СССР. Все, что в жизни радует нас, все, что так приятно для глаз. Все, что ставим детям из пример, сделано, сделано в СССР. Первый офшоу и первый прайм-тайм, первый колл-центр и первый онлайн. Наш самый первый живой стендап, первый секс-символ и первый стартап. Наш первый фильм и первый бойс-бэм, первые суши и первый акцент. Советский фитнес и первый страйк. Наш первый босс и его первая. Ну что, друзья, это с точки зрения юмора. Посмотрели? Видно, слышно меня сейчас? У кого ролик уже закончился? Вот видите, друзья. А вот теперь с точки зрения немножко юмора, но в каждой юмор, в каждой, как говорится, шутке есть доля шутки. Ну, кто не успел посмотреть, ссылочка есть, обязательно посмотрите. Я его на первомайские праздники разослал всем своим. И сейчас, друзья, это очень тонко. Я знаю, кто делал эти ролики, всю эту команду. Это очень серьезная, большая игра, большая, серьезная команда, которая работает на очень серьезные политические силы. И то, что сегодня делается, это очень большая, тонкая работа. Но, друзья, я как раз в ответ, что через 20, через 30 лет. Вы посмотрели, как реально выглядела наша страна 25 лет назад? Это 25 лет назад, это 91 год. Вот это вот все, что было показано. А если еще туда взять вот эти проблемы, связанные с полным концом перестройки, с полным дефицитом и так далее, и так далее, то это вообще можно еще раскрутить. Так вот, друзья, прошло 25 лет, и мы на все это смотрим сегодня как на другую жизнь. Как на уже из прошлой, даже не из нашей жизни. То есть уже как-то трудно понять, что это было с нашей жизнью. То есть это как бы из нашей молодости, да, мне было тогда 20 лет. То есть я все это проходил, так сказать, плюс еще это комсомольская молодость. Вот эта вот флешка на 100 килобайт, это вот эти пачки перфокарт, кто помнит, что такое Фортранс М7. Ой, извиняюсь, я просто еще никак не могу выбраться из своей этой инфекции. Вот так вот, друзья. С одной стороны, да, было серьезное направление, серьезная империя, серьезная идеология, но с другой стороны, это был совсем технологически другой уклад. И кто бы мог придумать тогда, в 90-м году, что через 25 лет у нас будет сегодня полный интерактив, полный онлайн 270 человек из 10 стран мира, что мы будем собирать телемосты на 4,5 тысячи человек и, соответственно, что мы будем ввести такое понятие, как интернет, бизнес в интернете и развивать уже там 4-й, 5-й технологический уклад. Друзья, это... Флюорографию проходили? Да, друзья, только что пошел полное обследование, так что это... Друзья, со здоровьем все это разберемся. Это у меня такие остаточные явления, вот, к сожалению. Поэтому все, как бы, все по плану, просто она несколько затягивается, у меня такие осложнения, но это ничего страшного, нас ждут такие дела, что все это самое, все пройдет. Так вот, друзья, это как раз ответ, вот Сергей задал вопрос перед тем, как я этот ролик поставил, я еще сомневался, думал, ставить, не ставить, что вопрос, через сколько будет построено и сроки 20-30 лет? Друзья, в сегодняшнем времени нет таких сроков, нет 30 лет. Через 30 лет мы уже уйдем в седьмой технологический уклад. Через 30 лет у нас уже будут заводы летать на орбите, мы будем сталь плавить в космосе, а, соответственно, оттуда будем вылетать дальше, и все это будет так же естественно, я вам скажу, друзья, как сегодня для моего пятилетнего сына, сегодня является айфон, айпад, скайп, и, соответственно, у нас сегодня отключили свет, он говорит, папа, почему у нас интернет опять упал, я объясняю, света нет, он говорит, какая связь между светом и интернетом, почему у тебя в телефоне есть интернет, а в компьютере нет, понимаете, для него эти вопросы уже, ну и не говоря уже о том, что сам входит, качает себе мультики и так далее, и так далее. Вы могли себе представить, чтобы в 5 лет вы, или там я, который компьютер увидел первый раз в 21 год, несмотря на то, что работал в вычислительном центре, и, соответственно, владел на тот момент 18 языками программирования, но это была другая, это была вычислительная техника, ЭВМ, электронно-вычислительные машины, и, соответственно, мы работали как процессор и отдаленные пользователи, а компьютер, это понятие я услышал первый раз в 91-м году, а его увидел первый раз в 93-м году, нет, сейчас скажу, в 92-м, вот, то есть, соответственно, вот, вот, соответственно, работа, которая, так, на наш чат, а, все, обязательно, друзья, это, это самое, все рецепты обязательно посмотрю, я тут очень много даже, что сейчас применяю, особенно вот мне Валера из Магнитогорска прислал кую траву, я могу сказать, чай, где он сразу написал, что золотой корень из женщин отдыхает, действительно, так сказать, очень серьезная трава, так сказать, растет только на, это самое, только на Урале. Спасибо, друзья, но, я говорю, все идет по плану. Так вот, если возвращаться к серьезным вопросам и говорить о том, что сегодня спираль, то есть той теории научного экономического развития, которую мы сегодня развиваем и придерживаемся, связанной с технологическими укладами, в основе которых лежит именно теория длинных волн Николая Кондратьева, ни цикличность, ни волнообразность, это все как раз глупости, потому что трудно говорить, что сегодня время чем-то напоминает 30 лет назад, или 100 лет назад, или 200 лет назад, или 300 лет назад, их нельзя сравнивать. Просто есть технологичное развитие от появления первого станка, от появления электричества, паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, потом интернета и сегодня уже появление транснета, есть определенная волнообразная зависимость. То есть каждое появление нового цикла несет за собой что-то новое. Вот что нас объединяет. Но это абсолютно разное время. То есть нельзя назвать начало четвертого технологического уклада и начало пятого технологического уклада, то есть это, грубо говоря, начало 20 века и 90-е годы, что они чем-то совпадают. Они совпадают тем, что действительно было очень много катаклизмов. Действительно и начало 20 века, это распад основных империй на тот момент, и начало 90-х годов, то есть начало нового цикла пятого технологического уклада, тоже разрушение мощнейшей советской империи. Вот что объединяет. Но их никак нельзя сравнивать и говорить, что одно вытекает из другого. И сейчас, когда идет уже пятого на шестой технологический уклад, то же самое происходит сейчас, вопрос, почему американцы так засуетились, что с каждым сменом уклада, это единственное, что объединяет уклады, уходят экономические лидеры этого уклада. Соответственно, те, кто, даже не лидеры, а доминанты этого уклада, те, кто играли в нем основную роль, так же, как в четвертом укладе играл роль Советский Союз, он видоизменился, он перестал существовать. Так вот, сегодня, почему очень серьезно американцы суетятся? Потому что со сменой уклада сегодня им, как никому другому, грозит сегодня серьезное историческое изменение, о том, что они сегодня являются доминантой, доминирующей экономикой, доминирующей системой в мире. И вот с сменой на шестой технологический уклад реально стоит вопрос о том, что это их доминирование будет серьезно изменяться. И более того, это предсказывают все основные прогнозные центры мировые. То есть я очень глубоко уважаю и всегда ссылаюсь на институт Маккензи. Это ведущий такой технологический центр, который прогнозирует развитие технологий и так далее. Так вот, еще четыре года назад, когда проводили совместную конференцию в Москве, они дали прогноз о том, что если в ближайшие 10 лет человечество не изменит парадигму золотого миллиарда и шестим миллиардов, которые их обслуживают, то это будет причиной огромнейшего социального и мирового конфликта. Сейчас, когда мы видим, когда золотой миллиард, то есть Соединенные Штаты и все, что вокруг него сосредоточено, то есть его сателлиты пытаются всеми силами сохранить тот устрой, который есть, и идут на это абсолютно мнимые и немнимые, ну скажем там, мыслимые и немыслимые уловки и войны, региональные конфликты. Сейчас уже толкают на большой конфликт. Именно для того, чтобы сохранить свою доминанту, я могу сказать, что именно технологический уклад, он все это снесет, он все это поставит на свои места. Но это, друзья, если говорить, посмотрите в небо на колесе. А что, Дмитрий, думаете, я не смотрел фильм в небо на колесе? Вот, я, в общем-то, всю свою теорию, когда я говорю, что вся космическая программа будет осваиваться на неракетном освоении космоса, то всю эту теорию я взял как раз из научной школы инженера Юницкого, с которым я познакомился 15 лет назад. Поэтому спасибо за рекомендацию, что, так сказать, не рекомендуют. Это говорит о том, что вы смотрели и понимаете о том, что говорится в этом фильме. Вся моя прогнозная теория, которая была написана в 2000 году на прогноз развития цивилизации до 2030 года, как раз идет о том, что... А, это другому Сергею. Ой, спасибо, извиняюсь, так сказать. Все правильно, все правильно, извините. Так вот, это я просто думал, что мне рекомендует посмотреть в небо на колесе и как-то неожиданно понял, неожиданно воспринял, что, друзья, вся моя теория идет на инженерных разработках Анатолида Юницкого, который показал сначала развитие неракетное освоение космоса, а потом уже струнные технологии, то есть построение новой системы. Единственное, что он настолько опередил свое время в 70-х годах, что пришлось вернуться обратно, приступить сначала к строительству транснета, что является шестым укладом, и только после того, как сформировался интернет, пятый уклад, сейчас мы приступили к формированию шестого уклада транснета, только после этого станет возможность формирования седьмого технологического уклада, то есть это построение уже транспортной и вообще инфраструктурной сети, которая будет за пределами атмосферы, то есть для того, чтобы реально землю очистить от всех техногенных проблем, которые мы сегодня накопили, чтобы она была действительно домом, действительно уютной колыбелью, а все производство, все, что обслуживает жизнь людей, находилось за пределами атмосферы. Это как раз концепция седьмого технологического уклада. Это мы с вами сразу забегаем вот как раз на эти 20-30 лет вперед. А если говорить о концепции, то, что мы сегодня делаем в шестом укладе, что мы уже реализуем, и это ответ на вопрос не 20-30 лет, а вопрос уже месяц, два, год, два, соответственно, говорит о том, что пятый технологический уклад, он своей концепцией ведет переход от техногенной экономики и техногенной цивилизации в экогенную цивилизацию, соответственно, которая будет не давить на природу и еще попутно снижать давление, то, что мы накопили. То есть дальше развиваясь, мы должны снижать ту нагрузку, которую при этом создавали. Вчера смотрели, Сергей Кириенко был у президента и так радостно отчитался, что мы вышли на самые большие производства электроэнергии за всю историю от атомной отрасли, о том, что мы сегодня строим энергоблоки там, строим энергоблоки здесь, но при этом ни слова никто не говорит, что все наши ядерные хранилища уже заполнены, что особенно для Урала, те, кто живет рядом с вот этими маяком и все, что связано с хранением, соответственно, радиоактивных фахлонов, они знают, что это такое. Так вот, настолько забито и настолько мы эту посылку отправляем будущим поколениям, что, ребята, что мы электроэнергию выработали сегодня на этих ядерных топливах, потратили и блага получили сегодня, а вот с этим, извините за выражение, отходами разбираться вам и вы разберитесь потом сами, придумайте, что с этим делать. Так вот, думаю, что наши будущие поколения и наши потомки спасибо нам за это не скажут, когда будут распечатывать и утилизировать то, что мы им сегодня туда отправляем. А то же самое мы запаковали, отправили иприт, то есть еще и после Второй мировой войны в Балтике затопили иприт, а сейчас, когда химическое оружие выводится из Сирии, то я смотрю, у меня прям, знаете, мурашки по коже, ничего нового не находят, как опять затапливать этот же иприт, и опять же по той же логике отправлять эти посылки нашим будущим поколениям. Ну, друзья, это, ну, скажем так, сопутствующие вещи, которые будут делать, а теперь то, что нас касается и то, что мы к чему подошли, вот, к, ну, скажем там, темам, которые мы будем считать вводными к тому курсу, который мы называли «Шестой технологический уклад, новая экономическая эволюция мира». Вот, мы свою задачу как именно инвестиционная группа выполнили, мы провели базовое образование, мы информации выдали очень много, огромное количество вебинаров находится в сети, огромное количество людей уже, которые сами готовы ввести эту информацию, то есть этот подготовительный этап, в общем-то, сегодня закончен. И буквально в конце месяца мы переходим на новый этап, который уже будет больше ориентирован на практическую реализацию, на адресные проекты, на применение и струнных технологий, вообще технологий шестого технологического уклада. И именно Skyway Invest Group, она и сейчас позиционировалась, и дальше она будет работать именно как профессиональный фонд прямых инвестиций в технологию Skyway Инженера Юницкого. Он для этого создан, он для этого работает, для этого есть вся юридическая база и взаимоотношения с конструкторским бюро, и взаимоотношения по построению адресных проектов, и это будет двигаться именно в таком направлении. А наша команда, она расширяет свою деятельность, и мы начинаем работать уже именно в логике шестого технологического уклада. Прежде всего, это и построение взаимоотношений в самом обществе, именно социальные процессы, которые идут. Сегодня все описывается и делается законодательством потребкой операции, и мы за этот год всей командой стали именно серьезным таким, сначала последователями, потом изучали очень серьезно, а сегодня я могу сказать, что мы абсолютно профессионально владеем уже всей инструментарием, который дает потребка операции, а потребка операции сегодня в мире уже более миллиарда человек, и это не тот золотой миллиард, который есть, а это абсолютно ему альтернатива. И я могу сказать, что когда у нас потребка операции будет 6 миллиардов человек, а оставшийся миллиард будет за него, за пределами, вот тогда ситуация резко изменится. И мы как раз и ставим своей целью сегодня, это запуск новых технологий, часть которых мы сегодня с вами реализуем и делаем, и, как говорится, всем нам честь и хвала, потому что конструкторское бюро работает, документация готовится, строительство уже и проектирование, и уже коммуникации начаты, то есть, соответственно, дальше мы с вами будем видеть уже только развитие и дальнейшее внедрение технологий, то есть ведутся уже переговоры в разных частях мира, и в Саудовской Аравии, и в Китае, и мы тоже принимаем ряд участий переговоров в Европе, уже по фактическому применению. Здесь, в России, я могу сказать, есть интереснейшие предложения, и мы с вами тоже показываем, что один из демонстрационных полигонов, одной из частей технологий будет здесь, в Москве, не в Москве, точнее, а центральной части в Тверской области, вот, часть уже непосредственно адресных проектов, тоже сейчас прорабатывается, делается, они тоже будут возникать в разных частях. Вот это как раз то, что с июня месяца мы ставим своей целью и задачу, и когда в октябре мы с вами соберемся на второй, так, а когда будут работать адресные проекты? Ну, Денис, вот это мы как раз с 1 июня и начнем рассказать. Для того, чтобы адресный проект появился, первое, его надо придумать, то есть надо понимать, что надо что-то возить из одной точки в вторую точку, второе, надо спроектировать, третье, надо написать бизнес-план, третье, надо привлечь туда инвестора, четвертое, надо построить, а потом он будет работать, этот адресный проект. Вот это все, друзья, с 1 июня мы как раз ставим своей целью и задачу, и наша как раз уже профессиональная работа, работа нашей инвестиционной группы уже будет именно создание и запуск адресных проектов. Один адресный проект такой, вы уже в нем все участвуете, и мы о нем тоже будем говорить, это линейный город, это строительство линейного города, мы его обозначили схематически, это Владивосток, как в Санкт-Петербург, когда потребительское общество заработает. Потребительское общество, где не скажу по секрету, уже работает, оно зарегистрировано, оно сейчас отрабатывает документы оборот, потому что для того, чтобы туда разом всех наших инвесторов, а это уже более 60 тысяч человек, только тот, кто в нашем инвестфонде, перевести сегодня в потребительское общество, это довольно-таки серьезный документ оборот, это серьезная организационная работа, и мы к ней готовимся, я думаю, что как раз за июнь месяц, как только мы подработаем ячейки, как только у нас появятся кооперативные участки, то есть это мы с вами все будем рассказывать, все будем вести целую школу направления о потребительском обществе и потребкооперации, соответственно, мы тогда сайт пришлите. Друзья, давайте договоримся так, чтобы вы все понимали, здесь у нас собираются уже не новички, вся информация в личном кабинете, абсолютно вся, и то, что вы хотите, привыкайте пользоваться личным кабинетом, чтобы, ну, это мы еще доработаем, и мы тоже буквально с июня сделаем иконку на каждом смартфоне, чтобы там был личный кабинет нажатием одной кнопки, чтобы вы нажали на свою кнопку в своем смартфоне, и вы в своем личном кабинете, а там как раз будет вся информация, и то, что мы сейчас вам через вебинары, через объявления, через рассылки пытаемся довести, это все просто показывает, что наши личные кабинеты еще работают очень слабо, но, друзья, мы отстроимся, отработаем, и они будут работать просто классно, соответственно, всю информацию вы будете получать только через личный кабинет, это будет ваше окно в мир шестого технологического уклада и новой технологической экономической эволюции мира, где вы будете нажимать и видеть все новости, а новостей будет такое огромное количество, они все будут увеличивающимся потоком, где у вас там будет и свое телевидение, которое мы тоже сейчас подготавливаем, и вы будете все видеть новости проектов, проекта Skyway, то есть что происходит в конструкторском бюро, что происходит конкретно с развитием на полигоне и так далее, что происходит с другими проектами, что происходит в линейном городе и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, это все личный кабинет, для этого мы сейчас, естественно, мы сразу говорим, что, друзья, так, еще раз скажите, место начала дороги на Дальнем Востоке. Ну, я, Валентина, абсолютно так уверен, что думаю, что на следующий год мы приступим уже и к проектированию, и к конкретным трассировкам на Дальнем Востоке, уже конкретно и линейного города, и конкретных трасс. Вот, то есть не позднее следующего года, то есть если сейчас у нас 15-й год, значит, вот до середины 16-го года начнется уже трассировка, начнется проектирование и начнется выбор, так сказать. Это абсолютно точно, вот, потому что я могу сказать, что строительство линейного города начнется еще раньше, именно трассировкой. Теперь, чтобы вы понимали, вот, когда линейный город, когда мы произносим экономику, когда мы говорим, что новый город, новый уклад, чтобы вы не представляли, что это какая-то утопия, и мы хотим кого-то переселить сегодня на Дальний Восток, вырвав его, допустим, там из Санкт-Петербурга, из Москвы, поселив его посередине тайги. Тут мне даже присылают социальные исследования о том, что эта программа сопоставима с тем, как людей отправить на 40 лет в космос. Я все это почитал, я думаю, друзья, это, конечно, интересно, задачи, которые взаимоотношения, семей, которые долго не взаимодействуют, но нас представляют сейчас некими такими монстрами, которые хотят сейчас, вот 20 тысяч семей, которые сейчас заявок дали на землю, мы хотим сегодня взять, переселить на Дальний Восток абсолютно оторванной цивилизации, и таким образом, чтобы люди там выживали по каким-то принципам. Друзья, все намного логичнее, намного проще, и намного естественнее. Вы посмотрите, как развивался интернет. То есть сначала начали продаваться мобильные телефоны, и вам стали предлагать, а хотите, выйдя из дома, разговаривать со своими близкими по мобильному телефону. Казалось очень удобно. Потом, вы куда-то едете в другой город, и оказывается, ну вот я помню, еще в 94-м году, когда появились первые мобильные телефоны, я из Москвы, когда ехал к себе домой, к маме в Куздеево, то мне надо было включать роуминг, сейчас уже мало кто такой помнит, то есть это когда я прилетал в Кемеровскую область, мне давали новый номер, я с него мог звонить в Москву, давать этот номер, а мне на него звонили. Ну, удобнее, чем без... Потом стал автоматический роуминг, ну правда очень дорогой, цены тогда были все баснословные, когда прилетаешь, и автоматически остается тот номер, который был в Москве. А сейчас мы пришли к тому, что сегодня перемещаешься, об этом даже уже как-то не думаешь, знаешь, что безлимитный тариф в пределах России, а у меня там в пределах СНГ, соответственно перемещаешься, знаешь, что разговариваешь, тебе звонят, есть определенная сумма, я на этот предмет не заморачиваюсь. Это все произошло естественно, естественно, просто каждое следующее качество, которое выходило, оно было более удобно. Потом параллельно, как-то даже не замечая между собой, что в 94-м году появился мобильный телефон, а где-то только к 2000-му, а когда Джобс показал iPhone 1, то есть в 2001 году, только оказалось, что в этот же смартфон, который... А у меня всегда были смартфоны, я никогда телефонами... Ну, как только появились первые, кто помнит, Sony Ericsson, потом HTC, вот эти вот, но первые, это еще были не сегодняшние смартфоны в понимании, а появились первые именно умные телефоны, они всегда более функциональные, хотя они там работали примитивно по сравнению к сегодняшними. Вот, Джобс неожиданно привел в это устройство еще и интернет. И вот с этого, с 2001 года, началась новая эра смартфона, новая эра интернета, и сегодня это пошло, 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 к тому, что сегодня уже там я перемещаюсь в дороге, имея у себя в кармане Samsung, там вот последний, который это я уже... Ну, опять же, есть некоторые неудобства, что я могу слушать конференцию, не могу в ней участвовать. Но опять представьте постановку задачи. Оказывается, что в онлайн конференции, в которой принимает 272 человека, я перемещаясь в автомобиле, могу только слушать и видеть картинку, а не могу еще и вещать в эфир, чтобы 272 человека, находясь на разных континентах в 10 странах, при этом еще могли себя видеть. Представляете, вот какой, я говорю, вот как неудобно, только приехал, сел за стационарный компьютер, только могу включиться в сеть. Понимаете? То есть, оказывается, все-таки недостатки есть. Но я могу сказать, что 5 лет назад мы об этом даже мечтать не могли, а сегодня это реальность. Так вот, еще пройдет год-два, более того, Google уже объявил, Цукемберг объявил эту программу, Microsoft, Bill Gates тоже объявили о том, что они сейчас вешают 300 спутников на низкой геостационарной орбите, и к 1916 году, к концу следующего года, они 70% всей освоенной территории Земли покроют бесплатным Wi-Fi. А к 2000, Леша меня может поправить, он цифры эти присылал, по-моему, к 2021 году 100% Земли будет покрыта бесплатным Wi-Fi. Бесплатным. А 2021 год, это, по-моему, осталось 5 лет. Так вот, друзья, а если эти ребята говорят, то, наверное, они сделают, потому что многое, что они анонсируют, они, в общем-то, делают. Так вот, можно четко сказать, что в течение 5 лет у нас будет бесплатный Wi-Fi, и со скоростями, я думаю, абсолютно неограниченными, то есть онлайн-сигнал, онлайн-передача будет абсолютно доступным, где бы вы ни находились, и для этого нам собраться будет очень просто. Просто в нужное время вы включились, вставили наушник, и спокойненько через очки, а не через экран смотрите спокойно. Почему через очки? Потому что я могу сказать, что один наш очень близкий партнер, друг, товарищ, и соратник по работе в Skyway, это Сергей Семенов, многие, наверное, его знают, многие с ним сталкивались, кто, многих он привлек в нашу программу. Он сейчас, оставаясь в нашем проекте именно как Transnet, он работает параллельно в системе, которая разрабатывает виртуальную реальность и демонстрацию через очки. И я могу сказать, что я абсолютно очень, ну, скажем так, хорошо отношусь к Сергею, я абсолютно уверен, что если Сергей Семенов взялся за реализацию программы в России именно виртуальной реальности через очки, то, поверьте мне, через 2-3 года мы обязательно это увидим и это будет работать. Это человек, который обладает неимоверным талантом притягивать вокруг себя систему, которая работает. Я почему могу сказать, потому что без него вся система Skyway и то, что сегодня есть, и то, что заработало в Минске просто бы не состоялось. Это я могу за это абсолютно четко отвечать. Вот. Так вот, друзья, через 5 лет у нас с вами онлайн конференции будут, когда все будут находиться, не важно где, но находясь в очках, они будут просто видеть, что происходить, а через наушник, который тоже монтирован в эти очки, слышать, и поэтому можно делать несколько дел одновременно. Куда-то ехать, с чем-то общаться, там заниматься бытовыми делами, и соответственно так. Так, прекращен перевод акций из Skyway, SWIG или нет. Друзья, по-моему, там, я знаю, что за этот проект стала отвечать Надежда Косарева, и по-моему, там наши юристы все состыковали и сделали. Поэтому, все, кто хотел перевести свои акции, по-моему, перевели. Все, кто не, это самое, вот, сколько будут стоить такие очки. Ну, друзья, из всей логики, что возникает, сначала, естественно, как очки Google, которые возникли, там, 3-4 года назад они стоили безумный денег, там, несколько тысяч долларов. Сегодня, я смотрел в каталоге, просто хотел лететь уже, ну, все-таки удобнее через очки смотреть. Я смотрю, в каталоге стоят цены уже 250-300 евро цена. Соответственно, из этого я могу предположить, что это подешевело за 3 года в 10 раз. Поэтому, я могу сказать, что через, я думаю, 2-3 года такие очки будут стоить не больше 100-200 долларов. Это у меня абсолютно полная такая... Так, нужно ли подавать заявку в письменном виде? Валерий, так сказать, сразу отвечая на этот вопрос, и здесь я могу сказать, ну, это мы будем говорить на следующем вебинаре по потребительскому обществу. Здесь я могу сказать, друзья, что мы решали несколько задач, и одна из задач, которую ставили все наши партнеры, которые находятся не в юрисдикции России, то есть, те, кто либо не имеет российского гражданства, либо родственники за границей, либо вообще живут, то есть, они задавали нам вопрос, а могут ли они участвовать в проекте получения гектара земли по той программе, которую задекларировал президент Путин и Трутнин. Вот, мы не могли найти сначала решение этого вопроса, и вот как раз только через, так, хочется услышать, надо или не надо переводить акции в инвестгрупп, Людмила Сургут. Вот здесь, друзья, я не могу сказать, хочется вам услышать или нет, и могу ли я сказать, Людмила, переводите свои акции, и это будет единственным правильным решением. Вот, Людмила, если вы хотите от меня это услышать, я этого не могу, не скажу. Вот давайте я так скажу, все свои акции, я, ну, опять же, еще юридически, я тоже тут это самое, я сейчас перевожу все свои акции в Skyway Invest Group. Вот это я могу сказать точно. Вот, поэтому мои акции все будут здесь, и все директора, которые у нас есть, они тоже поступили именно так. Вот, а надо ли вам переводить, друзья, это вопрос, я могу сказать, что если они останутся в компании, и те обязательства, которые есть, они точно так же останутся за Skyway, за командой инженера Юницкого, и, соответственно, те обещания, которые они выдавали на те обязательства, которые есть, они также за ними сохранятся, тут ничего не меняется. Просто в данном случае, если вы считаете, или вы, вот лично я, так как я работаю в этой команде, для меня более комфортно, если я здесь работаю и с теми ребятами, с кем мы создаем эту команду, и работаем, мне комфортнее, чтобы моим пакетом управлял именно Skyway Invest Group. Вот, собственно, вот, для чего нужно пылить акции в Skyway Invest Group. Ну, друзья, это вот все, я на этот вопрос, не ограбим ли мы основную группу. Нет, друзья, а здесь, при чем здесь, ограбим, здесь никаких вопросов, нет, обязательства, как были выданы под обязательства инженера Юницкого, они так и остаются, просто сейчас вопрос, кто этими акциями управляет, и в каком пакете они находятся. поэтому даже те, которые акции будут переданы в Skyway Invest Group, все равно обеспечением под них будет являться также обязательство Skyway. Поэтому здесь, это абсолютно, ну, скажем, такой нюанс, который определяет каждый из вас. Поэтому, если говорить с технической точки зрения, с точки зрения рекомендации, то считайте, как, ну, если вы до сих пор не перевели, то, наверное, не надо заморачиваться. Если вы перевели, то, значит, вы перевели, за них отвечает инвестиционная группа Skyway. То есть, что тоже, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что я в ней работаю, это профессиональная команда, которая свои обязательства обязательно выполняет, вне зависимости от внешних факторов, которые, это сам, вебинара по поводу перевода акций, посмотрите, все станет ясно. Да, друзья, это как раз, я абсолютно поддерживаю все, что там сказано, все, что там сделано. Тут у нас полная согласованная позиция, никаких вопросов нет. Так вот, давайте вернемся к потребительскому обществу, когда мы говорили, что, что мы сегодня достигли, что мы юридически проработали, именно открыв и запустив в потреб кооперацию. Что сегодня, вне зависимости от того, где проживает человек, какое у него сегодня гражданство, он может участвовать в программе и за ним будет закреплен соответственно земля по проекту, который сегодня мы движемся. Потому что мы пошли сегодня по другой логике. Мы сегодня пошли по пути оформления земли на потребительское общество и как поевой взнос перераспределения уже между участниками. Поэтому, я думаю, что это очень такое изящное, красивое решение, вот, которому мы очень непросто подходили. Вот, соответственно, оно принято сегодня, нам не надо для этого решения сегодня федеральных властей, регистрационного центра Москвы, Министерства по делам Дальнего Востока, нам для этого достаточное решение губернаторов. А так как очень многие губернаторы поддерживают нашу программу, которые хотят, чтобы их территория развивалась, то поэтому мы выходим с логикой сейчас, чтобы нам в потреб общество передавали землю и мы просим именно ту землю, которой в ближайшие сто лет никакой логики осваиваться не будет, соответственно, мы берем на себя обязательство не просто взять и развивать эту землю, а сделать, что и на нем линейный город. Поэтому сегодня я могу сказать уже как минимум два губернатора на такой эксперимент согласились, вот, поэтому, а мы уже наберем на себя ответственность, что ту землю, которую мы получаем, мы ее как поевой взнос уже перераспределяем между нашими участниками, а участниками нашего потребительского общества могут быть не только россияне, а жители всей земли с любой ее точки. Поэтому только тот, кто поддерживает устав потребительского общества, соответственно, согласен с его целями и задачами и платит потреб взносы. Потреб взносы это чисто символическая сумма, которая должна быть для того, чтобы поддерживать документы оборотов. Вот и все, друзья. Поэтому мы эту задачу решили и когда мы обещали, что мы постараемся решить и нам, мы думали, что нам для этого надо выходить с законодательной инициативой, через наших горе-депутатов решать эти вопросы, потому что депутаты, тут мы в чате обсуждали, там, этот справедливый рост Миронов внес законопроект, который просто все это выделение земли ставит с ног на голову и просто ставит столько пунктов, что надо 30 лет прожить, проработать на севере, иметь заслуги перед отечеством, там еще и только в этом случае вам может выделяться земля, то есть исходя из того, что Путин именно как президент продекларировал, что земля должна быть экономическим ресурсом для стимулирования развития и землю должен взять себе тот, кто возьмет на себя обязательство развивать эту территорию, так вот, вот эти вот горе-депутаты, которые называются справедливой Россией, извратили ее настолько, что говорят, что ребята, а эту землю мы будем давать как поощрение за предыдущую работу, то есть понимаете, вот насколько у этих справедливых Россов мозги заточены с точностью наоборот, то есть когда задача стоит неосвоенную землю, которая сегодня никому не нужна и которых сегодня 119 миллионов квадратных километров освоены всего меньше одного процента превратить в инвестиционный ресурс, так вот эти деятели говорят, что ребята, давайте мы эту землю еще и будем давать с определенными ограничениями, но это вот как раз их чисто чиновничьи мозги и чисто такой вопрос, ну и второе, посыпалось огромное количество обсуждений, что когда поставили вопрос, а можно ли выдавать жителям даже восточной Украины, юго-восточной Украины, которые хотят переехать, туда же стал вопрос, а почему, а если под этим предлогом к нам пролезет еще какая-нибудь там бендеровщина на Дальний Восток, ну друзья, когда слушаешь этот бред, то начинаешь понимать, что с этими людьми здоровой каши мы никогда не сварим, поэтому мы прекратили все эти попытки и сказали так, мы как потребительское общество берем там, допустим, 200-300 квадратных километров участок земли, который никогда, там нет ни железных дорог, ни месторождений, который сегодня ни по каким планам и прогнозам развиваться не будет, мы берем себе эту землю и берем на себя как бы ответственность, как потребительское общество, что мы эту землю будем развивать и через 10 лет она будет процветающим краем и земля, которая там будет находиться, будет обладать коммерческой стоимостью, ну мы так продекларировали, как в Москве или в Санкт-Петербурге, и мы, друзья, эту задачу будем решать и более того, мы знаем, как ее решить, и более того, я могу сказать, мы ее решим, вот, а те, кто говорят, что не получится, мы, друзья, для этого посмотрим, поэтому мы многие вопросы, которые сейчас декларируем, мы сейчас запускаем, поэтому, друзья, мы через потребительское общество и, как мы вообще говорили с 1 июня, мы очень многие вещи переводим в практическую плоскость, естественно, что основные направления мы определили, это линейный город, но он идет только в жесткой привязке к сибирскому холоду, потому что нельзя рассматривать логику развития города без введения новой экономики, а новая экономика это новые минеральные ресурсы, это сегодня минеральная вода, восстанавливаемый ресурс в отличие от нефти, которая невосстанавливаемая, и второе, это природная энергетика, это то, что сегодня дает нам космос, это сибирский холод, потому что, вы понимаете, плюс и минус с точки зрения энергии одно и то же, это энергия, я не раз приводил пример, что по теплоемкости, то есть количество энергии, которое содержит тонна льда при температуре минус 20 градусов, это та же энергия, которую надо потратить на то, чтобы расплавить тонну железа, просто сопоставьте, вы из физики представляете, чтобы расплавить тонну железа, надо сжечь много угля и нефти для того, чтобы разогреть эту тонну, так вот, в тонне льда находится энергии в 8 раз больше, чтобы вы понимали, а у нас этой энергии, космической энергии сегодня огромное количество, и как раз наша задача, это то, что сегодня считают там проклятием России, о том, что холод это ее недостаток, и так далее, и так далее, мы должны сейчас все это развернуть и превратить это сегодня реально в экономику, реально в ВВП, то есть реально в продукт, и как раз за счет этого развивать Сибирь и Дальний Восток и показать, что ресурсы, которые у нас сегодня есть, они безграничны, даже не помимо того, что лежит в этих недрах, это тоже само собой, это никто не отрицал, потому что следующая программа, которую мы будем запускать, это русский металл, это освоение редкоземельных месторождений, сегодня недоступных, без новых видов транспорта, это цветные металлы, которые сегодня невозможны освоения и строения новых трасс-транснета, и соответственно, это черно-рудные месторождения, которые также сегодня труднодоступны и не могут развиваться без новых видов коммуникаций, вот как раз все это мы сейчас объединяем, и с июня месяца, а в сентябре мы вообще запускаем школу адресных проектов, вот, соответственно, это уже в логике нашего проекта Академия Новой Евразии, который мы будем делать с рядом очень интересных партнеров, то есть мы ряд уже... Ссылку на вебинар с Юницким, разбирайтесь, да, друзья, так сказать, это смотрите здесь вопрос, это вот то, что сейчас в сайте пишется, поэтому, друзья, сейчас давайте мы, скажем так, подбиваем фактически, у нас как бы идет такое обобщение итогов за проделанную работу, то есть начиная с 1 октября, как мы запустились, вот, до этого, 1 февраля, запуск вообще программы Skyway, вот, которая вышла сначала под общим брендом, потом она стала уже именно диверсифицироваться, что конструкторское бюро и струнные технологии Юницкого, как струнные технологии, выделились в одно конструкторское бюро, возникло ряд профессиональных фондов, которые работают по краудинвестингу, это Skyway Invest Group, это Skyway Capital, там, с 1 мая, там, Миша Акопян обещал еще один фонд открыть, вроде как, к этому подошло, еще раз говорю, это как фонды, которые инвестируют в технологию Skyway, которые именно целевым образом направлены как фонды прямых инвестиций, и мы как раз позиционируем, что Skyway Invest Group, это фонд прямых инвестиций, цель задачи которой, доводить информацию о проекте Skyway, собирать большое количество инвесторов и акционеров, и, соответственно, эти средства направлять в конструкторское бюро в Минск, и, соответственно, чтобы это работало. Эта работа будет продолжаться, она работает, она будет двигаться, но по мере этого мы наработали еще несколько очень серьезных направлений, которые идут. Одно из них, я уже сказал, это потребка операции, это новая экономическая эволюция мира, то есть новые взаимоотношения между властью и людьми, между капиталом и трудящимся, много что произойдет, и вы, наверное, не будете отрицать, что интернет изменил общее понятие об информационном пространстве, то есть раньше не могло быть таких вещей, как сегодня. Соответственно, с тем, когда появится, как я уже сказал, бесплатный Wi-Fi по всему миру, то уже делать пропаганду и заниматься, скажем так, целенаправленным искажением информации будет невозможно, потому что любой сайт это и есть телекомпания. Поэтому, так, что с МГУ с пилотным проектом Skyway Velocar? Ну, друзья, давайте вот все, что связано с пилотными проектами, все, что это, мы это оставим как раз на логику. Это одно из многих-многих направлений, которые будут делаться. Когда поедем, вот здесь вопрос на сегодняшний момент, поедем, это больше вопросы все-таки к конструкторскому бюро и лично к Анатолию Юницкому. Он делает график и он занимается техническим реализациям проекта. Поэтому вопросы, когда поедем, есть графики, есть режим реализации, соответственно, это все проходит на этом сайте. Мы за, во всяком случае, пока за то, что когда и что поедем, не отвечаем. Наша задача это доводить информацию, обеспечивать юридическую защищенность инвесторов и инвестировать в проект. Соответственно, это инвестиционное образование. Да, друзья, мы как раз, и вот исходя из инвестиционного образования, так, а люди, которые из ДНР и ЛФ, проживающие в России, им можно подавать заявку на землю. Валентина, я еще раз говорю, что мы сейчас логику подачи на землю меняем в принципе. Ну, давайте так, это мы оставим на следующий вебинар, который мы будем вести с Андреем Хавратовым. Как раз мы это все и доведем, мы сделаем, во-первых, анонсы, а во-вторых, мы как раз и расскажем о том, что, друзья, сегодня землю в виде пая в потребительском обществе может получить любой желающий. И это как раз наше, мы считаем, абсолютное достижение, когда мы не то, что в обход, а вопреки законодательству, которое нам дают законодательства Украины, России, не важно, в отдельности взятые, мы через закон о потребкооперации эти задачи решаем. И сегодня фактическим владельцем этой земли вы можете стать, не важно, какое гражданство вы имеете. Еще раз скажу, фактическим, то есть, когда вы будете обладать физически, как лицо, паем, а за этим паем будет закреплена земля, то я могу сказать, ни один суд мира, ни одно законодательство мира не может этому противостоять. Это мощнейшее то, что сегодня есть в потребкооперации, и это движение, которое сегодня распространяется, то есть, нельзя у него изъять активы, ну, друзья, все, что связано с потребкооперацией, мы оставляем на следующей вещи, потому что я могу рассказывать про него бесконечно, потому что это важнейший вопрос, который мы сегодня наработали. И как раз логику построения линейных городов, а потом освоение Сибири и Дальнего Востока, а потом еще и реализацию программы Сибирский холод, мы намерены делать только через потребкооперацию, потому что это, на наш взгляд, единственное правильное решение, которое сегодня позволяет справедливым образом перераспределить эти ресурсы. Почему я говорю справедливым образом? Потому что, друзья, то, что сегодня происходит, если кто-то со мной не согласен, я готов выслушать его оппоненты. Но лично мне не нравится, что сегодня 10-15 олигархов в стране владеют всеми ресурсами страны. Почему сегодня нефтью, допустим, в Сибири или это владеют какие-то физические люди, которые проживают не в российской франции, являются не ее гражданами, а дети вообще находятся за границей. Я считаю, это неправильным. Почему сегодня основными месторождениями никеля, кадмия, железа, нефти, газа и так далее владеют люди, физические лица, которые не имеют отношения к этой стране. Я считаю, это неправильным. И если говорить пример, как построено, допустим, в другом отношении, то слышали такую потребность, такую компанию British Petroleum. Так вот, законодательно, когда разваливалась британская империя, то, соответственно, британцы приняли такой закон о том, что это будет национальная компания, она будет объединять все нефтяные активы и будет работать на британское общество. Так вот, основное ограничение, которое есть и которое никогда не нарушалось, ни один пакет более полутора процентов от уставного капитала не может сосредоточен быть в одних руках. То есть, тем самым, они сразу раздробили акционеров British Petroleum и там нет ни одного крупного акционера. Соответственно, если где-то доказано, что есть аффилированное владение или кто-то через подставных людей купил, то, соответственно, все эти пакеты аннулировались и они отбирались. То есть, это как раз попытка того, когда ресурсы более-менее перераспределялись. У нас в России сделано все с точностью да наоборот. У нас у всех крупных месторождений, у всех крупных сегодня родился единственный собственник, который владеет все в одно лицо. Либо другое собственник, это государство, где тоже владеет в лице генерального директора поставленным государством. Так вот, друзья, это все, на наш взгляд, пережитки четвертого технологии, даже не пятого, а четвертого и у школы мы перешли. Шестой мы говорим, что общество, которое строится, оно должно быть абсолютно справедливым, оно должно строиться по новым. Так вот, весь вопрос, если мы говорим, что сибирский холод это достояние, которое нам дано с космоса и пользоваться должны все люди, живущие на этой территории, то наша задача отстроить такую систему, чтобы оно равномерно распределялось. Чтобы это опять не вышло в одно лицо, чтобы кто-то один или там семья или группа лиц владела этими ресурсами. Чем мы тогда будем отличаться от тем, что делали в начале 20 века Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и еще тому все братья, с которыми мы сегодня не знаем, как избавиться, которые сегодня делают вот этот кардибалет во всем миру, потому что не хотят изменить условия игры, которые они навязали почти сто лет назад. А сегодня их потомки диктуют условия миллиардам людей. Так вот, друзья, когда мы переходим и говорим, что смена технологических укладов еще и предполагает смена экономических формаций, то есть имеется ввиду перераспределение справедливости, если в общем говорить, то это будет происходить именно через потреб кооперацию. И, друзья, здесь мы как раз увидели в этом абсолютно правильно и на нашу логику то, что мы делаем, это абсолютно правильно ложится, и мы здесь с потреб кооперацией, с потребительским, ну, скажем так, движением нашли полное понимание и мы в этом направлении будем двигаться. Так, но мы сделаем свой фондовый рынок. Обязательно, друзья, вот то, что Леша пишет, внутри потребительского общества будет работать вся система и перераспределение активов, и перераспределение акций, и перераспределение долей. Все это будет работать, но основой перераспределения будет иметь спай и владение паем, и то, что за этим паем будет закреплено. Ну, друзья, давайте, это тоже будет обязательно. Так, наши паспортные как предоставляли при регистрации защищены, у меня спрашивают, мол, сейчас номер телефона нельзя доверять никому. Ну, во-первых, номер телефона, я думаю, что это не такой, допустим, вот у меня вот в этом телефоне три номера заведено, и еще там пару это сам. Поэтому сегодня, если для кого-то секрет, я могу сказать, что общаясь сейчас с определенными людьми из определенных органов, знаете, как сейчас модно говорить, вот этими, потому что они за нами смотрят вот так, потому что нас уже много, вопросы мы произносим какие-то вещи, поэтому нам задают, ребята, а вы против кого дружите или за кого дружите? Вот. Так, прошу пару слов про полигон. Константин, имеется в виду про полигон, который в Минске, или, ты сам, про какой полигон? Если в Минске, то, друзья, это вопросы к конструкторскому бюро с Юницкому и Бабурину, поэтому они этот вопрос делают, и здесь информация, в общем-то, к ним. Мы располагаем только той информацией, которая есть на официальном сайте, и та, которая до нас официально доводится по рассылке. Вот. Поэтому это, друзья, я думаю, что вся в прерогативе компании, и компания, соответственно, будет перед вами и перед нами, как акционеры, мы тоже крупные акционеры и лично директора, и наш Skyway Invest Group, поэтому, соответственно, перед нами также будут, наверное, отчитываться. Вот. То, что это самое. Так, так вот, то, что я сейчас говорю про номер телефона, можно доверять, это я могу сказать. Друзья, сегодня секретов нет абсолютно никаких, если вы думаете, что от кого-то можно скрыть или номер телефона, или Skype. Вот. Я сейчас, лично я работаю по какому принципу? Когда у меня просят мобильный телефон, или Skype, ко мне просятся, я всех соединяю, всех вношу, никаких проблем, просто дальше у меня в автомате работает какая функция. Если я вижу, что мне после этого по Skype или по телефону начинает приходить какая-то там ненужная мне информация или задать какие-то вопросы, то есть очень хорошая функция, которая у меня работает в автомате, это блокировать, удалить и сообщить оператору, что это спам. Все, друзья, поэтому я спокойненько на это отвечаю, поэтому как только через какой-то номер телефона или в Skype приходит мне ненужная информация, я очень быстренько ее блокирую и она больше с этого номера мне прийти не может. Поэтому, друзья, я уже больше там, не знаю, 15 лет номер телефона не меняю, потому что люди, которые мне не нужны, я их просто удаляю, блокирую, и они мне с этого телефона больше позвонить не могут. Если они мне звонят с другого телефона, это можно сделать только один раз. Вот и все. Поэтому, так, когда закончится ретроизм с коэффициентом 2,95, тоже вопрос в юротдел компании. Новички боятся верифицировать свои паспорта. Ну, друзья, я не знаю, если вы когда покупаете билет в Аэрофлот и так далее, и так далее, вы туда даете паспортные данные, вы не боитесь и считаете, что там все защищено, ну, доверять, конечно, надо, но с точки зрения защищенности и то, что сегодня делают, друзья, самая серьезная защита это вообще никому никогда ничего не давать. Как только вы проводите любой платеж через банковскую карту, через, как бы это, то вся ваша защищенность сразу уходит как минимум неограниченному количеству людей. Верификация еще не прошла. Светлана, в держку, здесь вопросы есть, я согласен, и мы, и это самое работаем еще пока не совсем, не совсем надежно. Так что, проблемы есть, но мы их все в техническом плане будем решать. Ну, вот, друзья, давайте, что вопросов будет много, давайте их на личных встречах, потому что у нас начинается опять целая серия семинаров оффлайн, то есть, вот я говорю, у нас сейчас, вот лично у меня будет в Жуковске 16-го, потом, по-моему, 25-го, если меня память не изменяет, Игорь говорил, будет в Казани, потом будет какого-то числа в Уфе, в общем, начинается опять такой большой тур, который закончится, естественно, 10-го, 11-го октября в Москве, вот, и то, что мы, друзья, намерены продемонстрировать вам в Москве на втором нашем форуме, вот, он, скорее всего, будет уже более широкий, чем Skyway, вот, я могу сказать, что вас всех серьезно эта информация, ну, и это будет радовать неправильно сказать, что мы все будем видеть результаты той нашей совместной работы, которую мы с вами делаем. Ну вот, друзья, на этом считаю, что и так уже мы с вами чуть-чуть передержали, просто этот, как бы, такой завершающий этап вебинара, хотелось вам очень много такой обобщающей информации, знаете, я считаю, что мы с вами отработали очень плодотворно и очень большую сделали работу, но я могу сказать, та работа, которая нас ожидает, так еще, как помочь пенсионерам не заработать ни пенсии. Ну, друзья, здесь я могу сказать, это как раз отвечает очень серьезно на своих инвестиционных семинарах и вебинарах Андрея Хавратов, то есть, который показывает и вообще наша задача того, кто войдет сегодня даже без денег на землю под линейный город и просто будет участником проекта, то я не могу сказать через год, через два, через три, потому что это очень ответственная информация, но наша задача, чтобы через некоторое время это были доходы как минимум соизмеримые с пенсии, как минимум, а может быть и выше, но это, друзья, конечно, очень такая серьезная, амбициозная задача, и чтобы ее реализовать, надо очень и очень много и всем нам вместе работать. Так, ну вот, друзья, давайте на этом, наверное, на сегодня тогда с вами прощаться, я считаю, что мы очень плодотворно отработали, вот такие промежуточные итоги еще мы с вами поподведем в следующую среду в 13 и в 20 часов, и, соответственно, уже с тем, как у нас закончится семинар в Испании, вот, я считаю, что с 1 июня мы с вами переходим на новый качественный этап, который будет только по спирали ускорять и по теории Кондратьева длинных волн этих, соответственно, мы будем понимать, что результаты, к которым мы стремимся, они все подходят ближе и ближе и промежуточные цели становятся все более и более осязаемыми. Друзья, на этом я с вами прощаюсь, по традиции сразу можете сразу не отключаться, потому что мы сделали за традицию запускать ролик, который, в общем-то, будет несколько таким обобщающим, чтобы несколько такого заряда позитива еще в конце всем получить. Ну все, друзья, на этом я лично с вами прощаюсь, давайте до, кто будет на встрече у нас, соответственно, 12-го числа, потом 16-го числа, это с кем мы увидимся лично, а так дальше давайте до наших вебинаров и, соответственно, до новых встреч. Все, строй Skyway, спасай Россию, ну а дальше, так сказать, еще и могу сказать, что у нас следующий пошел сленг, это Transnet Group, то есть это та компания, которая выросла, что мы объединяем мир, это тоже очень важное такое значение, очень важное понятие, к которому мы сейчас пришли и к которому мы дальше будем работать. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok